Девы, доброго времени суток! Рада вас снова видеть на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В текущем видео хочу вам предложить Тороскоп на май 2018 года. Работать мы сегодня будем с колодой универсально-фантастической АТОРО. Расклад вам покажет основные явления, а именно эмоциональную атмосферу месяца, какие события наиболее вероятно вас будут ожидать в сфере работы, финансов, личной жизни, здоровья, и карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно вам провести текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад общий, он не является индивидуальным, поэтому, безусловно, проиграется не для всех. Учитывайте, пожалуйста, этот момент. Плюс ко всему, многим из вас необходимо рассматривать свой Тороскоп еще по знаку Асцендента в своей натальной карте. Итак, пожалуйста, настраивайтесь на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения, и будем смотреть. Так, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы? Финансов, здоровья, личной жизни, и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Давайте смотреть. Солнце. Это замечательный у вас месяц. Общая атмосфера у вас будет, ну, это, знаете, счастье, теплота, гармония, какое-то вот благоденствие, потому что... Солнце, кстати, это еще карта отпуска, карта каких-то путешествий, переездов, радостных событий. Для кого-то здесь может быть ситуация деторождения, либо в целом каких-то вот долгожданных и значимых моментов. Поэтому с позиции общей атмосферы месяца, ну, для вас май будет крайне благоприятен. Давайте смотреть по каждой сфере в отдельности. Что с позиции работы? С позиции работы у вас пятерка кубков. Но, как вам сказать, если в остальных колодах это карта потери, карта разочарования, то здесь осознание ошибок прошлого и желание их исправить. То есть, да, вы не видите то, что у вас есть возможности, но, по крайней мере, вы это осознаете. Просто, знаете, как... Пока что вы не хотите их замечать. Пока что у вас либо манят какие-то дальние горизонты, то есть вы думаете, что на новом месте работы вам может быть лучше. Либо будут лучше условия труда, либо в целом оплата. Но вы не видите, что вот на текущем моменте у вас есть стабильность. Если вы на данный момент безработный, то вы не видите для себя, в какую сферу податься, где себя реализовать. И для вас будет наиболее, скажем так, полная самореализация. И это вас погнетает и каким-то образом удручает. Опять же, с позиции работы для некоторых пятерка кубков, это уже говорит, что на момент мая месяца вы можете остаться, например, побать под сокращение, либо в целом под увольнение. У вас будет ситуация стагнации и какого-то душевного раздрая. Но давайте посмотрим, что же вас ожидает в плане финансов. Да в плане финансов у вас падает туз мечей, все замечательно. То есть у вас появятся новые идеи, новые реализации. Посмотрите, потому что туз мечей это карта вашего тонкого аналитического ума и мышления, который принесет вам доход. Либо в целом новый источник дохода. Либо эта карта вообще прибыли. Прибыли заслужена вашим упорным трудом. Поэтому здесь, скажем так, сожалеть не о чем. Что у вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья десятка кубков. Да что здесь можно говорить? Здоровье у вас будет прекрасное. Поэтому посмотрите, вот как перекликаются эти карты. Самое главное не падать духом, иметь на все позитивный строй, иметь, знаете, как, ну, быть вот таким самим для всех окружающих солнечным человеком. И тогда у вас все будет идти своим чередом. Жизнь будет бить ключом. Даже если у вас какие-то есть ситуации раздрая в плане работы, все это временно, все это проходящее. С позиции здоровья однозначно у вас все будет замечательно. Что вас ожидает в плане личной жизни? Здесь у нас падает перевернутая четверка Пентакли. Ну, это карта собственника либо собственницы. Здесь идет сама по себе ситуация и попытки удержать свое. Если вы находитесь в паре, в партнерских отношениях, это карта ревности, это попытки ограничить каким-то образом свободу своего партнера, либо, знаете, это в целом какой-то надменный тотальный контроль. Ну, давайте, как я говорю, держать руку на пульсе, чтобы не упустить ничего значимого и важного для вас, потому что ревность у вас, она, конечно, в мае месяце будет бить ключом. Если же вы свободны, то по этой карте вам будет тяжело расстаться со своим одиночеством, хотя и, допустим, какие-то контакты новые будут на горизонте, да, какие-то знакомства, но вам настолько комфортно в том ощущении, которое у вас есть на данный момент, что вы не особо-то хотите с ним расставаться, потому что понимаете, что кто-то посягает на вашу свободу, претендует быть с вами в паре. Так, и что же вам советуют текущий месяц? Текущий месяц здесь падает перевернутая пятерка жезлов. Как говорит этот аркан, не бойтесь конкуренции, потому что ее, как таковой, нет, она для вас вымышленна. Вот если бы в прямом положении подал аркан, она бы имела место быть, то здесь это ваши какие-то надуманные страхи. Нет у вас соперников или соперниц. Вы единственное и неповторимое. Знайте это, верьте в это, не надумывайте себе каких-то лишних страхов и воздушных замков, потому что все это для вас неоправданно, какие-то беспочвенные переживания. И здесь, как говорит аркан с позиции совета, не бойтесь конкуренции, живите сегодняшним днем, радуйтесь тому, что у вас есть, и все к вас приумножится. Вот такой для вас вышел тероскоп на май месяц. Надеюсь, что для вас он был информативен. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Я буду вам очень признательна за обратную связь. Для тех, кто хочет заказать индивидуальные вы сможете найти под этим видео. Ну, а я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч! До новых встреч!